Вот где балка вот эта, там получается отверстие, через которое проходит вода, она капает. На улице осадки вода фонтаном льется в подъезды и квартиры. Жильцы многоэтажки на Димитрово уже 4 года страдают от регулярных потопов. Кровля дома аварийная, процент износа превышает 70%. Вот у меня здесь как раз таки в углу все протекает, оно проходило, вода сюда вся проходила, а здесь получается вот она вздулась, здесь все вздувается, это все чистило. Ну пока это, ремонт еще не делали смысла, пока крышу не починят. Жильцам дома на Димитрово не обязательно запасаться водой в бутылках, чтобы помыть пол в подъезде. Вода льет прямо с крыши. Несколько потопов и пол в подъезде сверкает чистотой. Это, конечно, нотка юмора. Людям не до смеха. А жильцам приходится жить в вечной сырости и каждый раз просить небесную канцелярию повременить с осадками. Мы одни из первых заселились в этот дом. Ну, лет, наверное, 15 было все нормально. Потом начались некоторые проблемы, то есть протечки крыши. Но когда с 20-го года уже был ливень, прямо с крыши, подвесные потолки не натяжные, а подвесные. С них лилось, я думаю, ну все. Дом постройки 1987 года. Кровля мягкая, наплавляемая. Срок эксплуатации такой крыши составляет порядка 10 лет. Но капитальный ремонт не проводился ни разу за 30 лет, отмечает директор управляющей компании Простор. В рамках текущего содержания дома проводился латочный ремонт кровли. Поэтому вот сейчас вышли с предложением к собственникам о изменении тарифа на взносы по капитальному ремонту и о переносе срока капитального ремонта на более ранний срок. На сегодняшний день капремонт кровли запланирован на 29-31 годы. Сроки можно сдвинуть. Поднять тариф аж на 80%, говорят коммунальщики. С 10 до 18 рублей. Собственникам нужно провести общедомовое собрание. Проведение общего собрания собственников в помещении многоквартирного дома, где они двумя третями принимают решение о том, что все-таки по данной разновидности требуется безотлагательный ремонт. Но большинство собственников не готовы платить втридорога за капитальный ремонт кровли. Жильцы уверены, что это бесполезная кабала, которая не приблизит заветный день ремонта. Ведь дом молодой, а в очереди куда более возрастные многоэтажки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.